У нас утро следующего дня, вся наша банда в сборе, и мы едем сейчас к Пашиной и бабушке в гости. Ждем Александра. Все, мы начали свое движение. Здесь очень высокие лежачие полицейские. Мы зашли в торговый центр, и тут вот такой робот. Трансформер. Трансформер. Ну, робот-трансформер. Магазин у них тут корзинка, как у нас, пятерочка. Здесь продается картофель, лук. Бананы 22,000. 23,000. Морепродукты, рыба. Цены вот такие рыбки, рыба замороженная. Масло, консервы, вода. Мы хотим взять чай с собой. Назад. Вот какой-то черный чай. Красивый. Кто? А чай? Кто-то сыграет? Нет, чай хотим. Чай? Да. Ну вот такой. Ташкент. Чай Ташкент. Блин, а что-то больших нет. А, это большие, да? Да, у меня что-то. А вот это что за чай? Не в другом. Это, ну, тоже нормально, но... А вон киноа какой-то. Все здесь в Ташкенте. Ташкенте? Ну, бери пачки 3-4. Нет, поразите. Давайте в другом месте возьмем большие. Так, я хочу пойти в молочный отдел. Вот такая паста продается здесь. Это седьмая. Крем-сыр по-нашему. Кворог, сыр, адрес, сметанка. Сырый. Вот там колбасные изделия. Продукции очень много. Пойдем молоко посмотрим. Вот йогурты в биобалансе. Творог. Вот, простоквашина даже есть тут. Кефиры. Вот такие продукты здесь есть. Яйцо 25, 26. Нужно все умножать на 7. Делить на 7. Вот молоко, простоквашина нашла. 32. Да, но молоко, конечно, здесь дорогое. Мы заехали на рынок. Покупаем бабушке цветы. Наши бегают. И думают, что покупать. Ну, такой большой жинов. Цветочный. Такие цветы. Такое красивое здание. Такое красивое здание. Такое у нас. Не знаю. Вот такое красавица. Вот мечеть. Сейчас строится. Такая красавица. Мы остановились по пути. И сейчас они будут побывать Айран. И сейчас они будут побывать. Почему? Почему? Айран. Айран. Вы гоните? Нет, нет, нет. Ни в коем случае. Мы с ним по одной. По сколько вам? Как Кихиль? Такие местные деньги. Чемоданы. Нет, хватит мне кашу. Нет, все. Я не буду. Вон пирожки с картошкой домашние. Хочешь? Пирожки домашние и картошки. Мы куда едем? А то потом что я буду делать? Вот. Можете солью там посыпать перцем по вкусу. Так, Елену Викторовну, расскажите. Ваше ощущение? Да. Что у нас? Что? Да? А это битрик, понятно. Ну, это же кисломолочный продукт, я думаю. Да, да, посыпьте сейчас, ясно. Если у тебя место будет вечером. Наши туристы. Мы приезжаем в поселок. Как, Паша? Янь-Гюль. Янь-Гюль. Чуть ли не по-китайски. Вот такой поселок. Ну, давай так. И поселок немаленький. Какие-то национальные угощения нам тут, которые мы еще не пробовали. Какие-то национальные угощения. Вы знаете, я бы сюда... Здесь я думала, что овечья вряд ли, да, Оля? Я не знаю, потому что гологовец. Ой, зимуф. Ой. Вот метные коровы, наконец-то. Это телята. Наконец-то я их поймала. Вот такие они лохматенькие почему-то. Вот в течение, там дорога. Такие же, как наши. Мы выпрыгнули из этой машины, пошли обгонялись. Я вот не знаю, что это, но что-то это под салфаном. Похоже на Викторию, наверное. Или что-то у них тут посажено. Так засыпано чем-то. А сейчас трапу даже нельзя это, мочить. Чтобы доску выхить. Да, сейчас доску нельзя протирать в России, потому что это считается, что использование детского. Вот такие, да. Похоже, Виктория. У нас ребенка пьешь, чтобы за собой почистить. Вы знаете, какой штангал выменили родители? Так а в самовслуживании этих, как, не от того, что его заставили за собой. Вот еще ослики. Вот так выглядит село. Я так полагаю, что это как деревня. Вот так дома выглядят. Тут кони пасутся. Вот такая речушка. Что за речушка, не знаем. И мост такой, не особо хороший. Ну, короче, как у нас в Томске. Дороги. Вообще, дороги здесь хорошие. И по городу, и за городом. Вот такие поля. Вот такие идут барашки. О, какие у них. Выходите. Уже среженные. Мы остановились, чтобы я сняла местных барашков. Вон у них какие курдюки. Вот такие местные барашки. Пасутся у дороги. И никто не возмущается. За городом очень много полей. И люди их обрабатывают. А у нас вот такие поля. Все зарастают в Сибири. Люди здесь траву для коров возят на великах мешками. Либо на тележках. И у них такая штучка. Типа косы или серпа что-то. И вот они на обочинах нарезают траву для своей скотинки. Что-то садят они тут. Разрабатывают все поля. Несмотря на то, что тут очень жарко. Вот такая мечеть. Тут в поселке. Это вот кладбище. Тут кладбище вот наверху. Вот если туда поехать, то у них считается центр. Вот у нас так. Так это мы приехали, да? Я тоже с таких времен за рулем. Это что-то типа районного центра. В этом поселке живет Пашина бабушка. Давайте выйдем к ним в гости. Вот такие домики у них тут. Это пятишки. Мы у Пашиной бабушки. Вот столько тюльпанов. Там какие-то птички. Там индюки. Такой огородик небольшой. Сирень цветет во всем уже. Тепличка. Мы приехали к Пашиной бабушке в гости. Наталья. Наталья Васильевна. Вот это Пашин папа. Вместе они тут стоят у нас. Накрыли вот такие столы. Богатые. Такие лавочки. все девочки тут мальчики вот такие тюльпаны цветут уже в ташкенте такая красота там индюки да клубничка цветет такие у них оградки оля наш вот это виноград мило машином ручкой привет такая летняя кухня у них это очень хорошо хорошо когда у людей тепло нет снега машите нам ручкой такой огородик везде у всех вода прям в оградке очень хорошо очень паша сестренкой соли окнахи на встречают пройдемся внутривенную нет просто вот тут варят плох вот угощает нас пойдем смотреть хозяйство вот лучок растет уже зелененький а у нас а это что паша свинарник был когда-то сюда перегонишь здесь почисти потом все как паша это что за кустик здесь вот корова стояла вот индюшки вот вот как они умеют разговаривать клубничка цветет скоро будет а это что за орех ну грецкий орех грецкий орех а вот птички там раньше тоже было два ореха дерево с орехами их вырубили потому что они начали фундаменту дерево ой индюк ходит хвоста распустим все по трубе а всегда вот такой вот сюда перелетать хвою здесь в огороде курочки индюки вот тепличка уже помидорки растут у нас ровненько но это пони что не так наверно по краю я нитки натягивал на у нас все равно как жарко в теплице у нас слишком это было что близко прямо маршица это тоже недалеко потому что приватно все листики наверно видишь чтоб ходить и а а а а а а а Молодец. Такие дворики внутри. Смотри, как далеко от меня проставило. У меня чистый выходит. Преступнино, к чему еще заеду? Нифига, мило. Закрыл. Давай еще сотри. Смотри, давай. У тебя много будет. Макаем пальчики в краску и потом на древо. У меня мосили телефон. Можно нос? Можно. Пальцы надо. Надо палец обязательно, а губы сюда. Но палец надо тоже. И теперь стирай. А вот это. Либо тебе это. У нас какой цвет? Любимый, да? Ясный. Розовый, давай розовый. Может, ухами розовый и не голубой. Можно я розовый? А ты рядом прилепись. Зелененький. Ну, бери просто папку. Он сосед. Он не смешет. Только шок. Вот. Так? Да, надо с горожки. Ну, мы уже чуть-чуть убрать, да? Надо убрать. А еще, потом, что мы риски тоже. А вот, теперь так. То есть место тут. Классе потом сфок. Можно рядышком сед, укор. Это что-то там, это я пункты. Да, чтобы узор был виден. Да. У тебя должен быть самый красивый Папа, ты встал? Папа, ты встал? Да, так ты иди помой, наверное А у деда как барашек Вот деда, красный Давай, давай, Серега Давайте, давайте Вот это на той стороне А как родители? Папа? Папа Сергей Открыть новую сторону Листок, листок Чтобы знали Лена, иди, проходи Свою основу Красиво А там на крысочку можно Вон вода я все помыть Побыть вода Это напечатано? Или рисуем? Давайте выставьте Сейчас, сейчас, я снимаю Да, это мило рисовал Я сейчас останусь Лена подержит Красиво Ваш отпечаток Ваш отпечаток Пальцы, Елена Викторовна Садись Эта сторона Эта сторона Натренированная Саня, давай Я уже ставил Держи Руки Выбирай Давайте, ваш любимый цвет Фиолетовый Нет? Где он? Какой, мам? У меня вот здесь, может Не, не, нормально будет Вы прямо это, макайте Давай, я помогу Размашу Все Выбирайте Сразу Выбрал свое Давай я это Немножко, немножко Надо убрать Все что ли? Нет? Нет Она ташкентская, да? Ты ташкент, да? Давай Все Нет, не все Все? Нет, не все Давайте посмотрим Что на ее дне осядет Но Эту чашу терпения Будет пить Оля Потому что, да Она невеста Но Ей разрешается Все, кто За ней Будет стоять Ей будут помогать А то я А то я поеду А то я поеду Давай Все На Значит, молодцы чашу выпила. И мне не досталось. Чаши терпения золота. Это тебе скромный подарок. Терпение в твоей жизни, в твоей семейной жизни. Чтобы, знаешь, вот, что иногда бывает не так, чтобы потом все сложилось, как ты хочешь. Эта качела очень скромная, но она первая качела, которую я сама его себе купила. И хочу, чтобы оно потом перешло к твоей дочери. Договорились? Ой, как здорово, мама! Браво! Ой, как здорово! Я не могу, я сейчас расплатила! А ну, какой-то берег. А может, Паша оденет или нет? Я уже одевал. Смотрите, какой я уже одевал. Вот такое колечко. Сулбекское такое вот закрытое кольцо, все. Ну, давайте за молодых стоя. За это надо выйти скоро. А мы не проезжаем. У-у-у! У нас авторальный на дороге. Вот это Пашин папа едет с нашими девочками. Возвращаемся. Половина тут, половина там. Мы снова в гостях. У Валентины, у Пашины и мамы. Помашите нам в ручки. Здравствуйте. Пьем уже чаек. Бабушка. Прабабушка Паша. И вся наша дружная компашка. Ну, компания. Да. Сфотографируйтесь, потом... Шетка, маленько сдвижи. А? Ну, все.